Здравствуйте, товарищи. Я уверен, что в новом канале есть или будут новички. Поэтому сегодня затронем тему того, как нужно играть в анлистов, чтобы побеждать, получать больше внутриигровой валюты и опыта, да и чтобы вас не записывали другие игроки в список руинеров. Эх, иногда жалею, что в игре нет дорж-листа. Начнем по порядку. Давайте пробежимся по списку режимов и целей в них. Самый распространенный – вторжение. Одна команда атакует точку, имея ограниченное число подкреплений, получая пополнение после каждой захваченной точки, в то время как оборона имеет бесконечные подкрепления. Следующий режим – штурм. Буквально то же самое, только нужно воевать за две точки одновременно. Уничтожение. Те же яйца, только в профиль. Теперь вы занимаетесь минированием и, соответственно, разминированием объектов. Но по факту это те же самые точки. Даже находятся обычно в тех же местах. Противостояние. Что-то мне это напоминает. Опять копирка вторжения, просто обе команды являются атакующими. По факту идет встречный бой. Захват классический, как во всех играх. Нужно контролировать три или пять точек. Вопрос только в том, у кого очки кончатся первее. Вернее поезд. Давайте на сегодняшний ролик мы забудем про существование этого режима. Если не отвлекаться от главного, все вертится вокруг точек захвата. Именно вокруг них. Поэтому делаем первый вывод, который вы все должны запомнить. Не важно, насколько ты классный снайпер. Не важно, насколько ты прошаренный пилот. Не важно, сколько ты наиграл боев в вод и какой у тебя там урон за бой. Не важно, как ты классно даешь инфу и кидаешь арту. Важно только то, сколько человек из твоей команды пришло на точку. Только это. Ты можешь делать 100, 200, 300 фрагов, сидя над окройю картой и оказывая так называемую поддержку. Но это бесполезно. Если это сторона атаки, она продолжит восполнять подкрепление от захвата точек. Если это сторона защиты, им вообще плевать. Их подкрепление бесконечно. Из этого вытекает сразу же второй вывод. КД бессмысленно. Твоя жизнь всего лишь ресурс. Вопрос только в том, хватит ли жизни твоей команды, чтобы захватить очередную точку и пополнить этот ресурс. Продолжим развивать эту главную мысль. Если все зависит от того, насколько много игроков пришло на точку, что можно еще сделать, чтобы игроки приходили чаще и быстрее? Тут скорее даже не можно, а нужно. Построить спаун. Ралли, кардиостанцию, респ. Называйте как хотите. Вот эта постройка должна быть на карте 24 на 7. Желательно в трех экземплярах с разных сторон от точки. К сожалению, один игрок может построить только один спам, но он должен его построить. Продолжим развивать дальше. Что мы еще можем сделать, чтобы игроков нашей команды оказалось на точке больше, чем вражеской? Сломать вражеские спавны. Вот что. Они строятся обычно в очевидных местах. Еще и пелика не слышно. Запомните, пеликают только спавны врага. Свои не издают никаких звуков. Чтобы понять, где находится райик врага, просто подумайте, куда бы вы поставили свой. А также обратите внимание, откуда бежит основная часть пехоты врага. И это даже не все. В игре все же есть такие вещи, как техника. И она может кардинально влиять на бой. Обратим внимание на танки. Они могут очень сильно зафугасить подходы к точке, облегчив жизнь пехоте. Но они никогда не заменят пехоту, воюющую на точке. Поэтому, если вас задолбал танк врага, самый лучший вариант ему противодействовать. Зарвать ПТ средствами пехоты. Если это невозможно, суициднуться со своего самолета. Да, именно суициднуться в бонзай-атаке. Выживать в таких случаях бессмысленно. Вам нужно как можно скорее вернуться на поле боя, прежде чем кто-то другой займет место этого неудавшегося танкиста. И заняться чисткой точки. Еще можно уничтожить вражескую технику со своего танка. И при этом лучшим вариантом суицида будет врыв пространства на точке или за ней. С последующей высадкой отряда танкистов. Не забывайте им будет оружие, как раз на такой случай. А если у вас кошмар тетка, просто забейте. Если этот игрок летает до пополнения, считай вы избавились от отряда пехоты на точке. Просто игнорируйте его и старайтесь захватить точку. Еще есть такие классы, как минометчик и снайпер, которые занимаются якобы поддержкой. Но их адекватное использование настолько узкоспециализировано, что просто забудьте про эти классы. Их не существует. В будущем я, возможно, даже сделаю гайд на них. Все зависит от вашей активности под этим роликом. В итоге, что мы имеем? Идеальный игрок аналиста должен воевать на точке, строить свои спавны, ломать вражеские, по возможности противодействовать танкам, не сидеть на технике подолгу, используя ее для вполне конкретных целей. Для этого ему нужен определенный состав отряда. Выглядит он примерно так. Штурмовое ядро, которое вполне может зачистить точку. Специалисты в виде инженера и бронебойщика для постройки спавнов и уничтожения танков. Также набор советует для еще большей вашей эффективности. Фланги, фланги и еще раз фланги. Оббегайте врагов, строите спавны и выносите вражеские. Не занимайтесь застройкой точки. В большинстве случаев лучше построить спавн и ясик с патронами на точке. Остальным вы скорее будете мешать своим тиммейтам. Поставьте лайк и подпишитесь. В описании фанатский телеграм-канал по игре. Мой дискорд сервер и группа вконтакте. До свидания, товарищи. Никогда не умереть.